Наш проект, посвященный поздним мировым культурам, и так исторически сложилось, что мы с вами не раз встречались и очно, и заочно, и обсуждали, как правило, озимую пшеницу, биозащиту, питание этой культуры. И поэтому такие препараты, как органит-П, органит-Н, биодукс, органика-Ф, псевдобактерин-3 и другие, уже, в принципе, известны нашей аудитории. Но поскольку сегодня мы говорим о поздних мировых культурах, то я, конечно, посмотрела, какую схему защиты и питания предлагает компания Биановатик, и вижу, что там все те же самые препараты перечислены. Как можно объяснить эту универсальность препаратов? Смотри, Александра, да, все правильно. Наши препараты являются универсальными, в принципе, по работе, если касательно фунгицидов. Есть небольшая разница в виде патогенов, но она больше связана не столько с культурой, сколько с регионами возделывания этих культур. Вот если касательно яровых культур, и сейчас начинается закупка систем защиты и питания, то есть формируется бюджет на 20-ти год. И, в принципе, да, мы предлагаем те же фунгициды, то же питание, потому что проблематика близка, и если взять фунгицидную систему защиты и сравнить ее с химической классической защитой, как ранее защищали. Ведь уже за последние три года есть многие хозяйства, которые приходят на интегрированную защиту системы растений, потому что химические препараты работают либо на дыхание, либо на генерацию патогенов, то есть не позволяют дышать, либо размножаться. А биологические фунгициды, они работают следующим образом. Они вытесняют с поверхности растения, либо от корневой системы, отодвигают своего рода патоген на определенное удаленное расстояние. И тем самым увеличивается фон супрессивной микрофлоры и уменьшается патогенной микрофлоры. То есть игра биологических фунгицидами – это игра здесь и сейчас, и игра в перспективу. То есть те клиенты, которые начали работать в интегрированной системе защиты, либо переходить на органическое земледелие, у них сокращаются с каждым годом затраты на химические фунгициды. Вот примерно так. Поэтому нет разницы, яровая это или азимая. Единственные нюансы, что в азимой культуре мы работаем только до заморозков, обрабатывая семенады. И потом по вегетации, будь то кущение, либо если биомазимую культуру мы работаем против клеща, можем совместно. На яровых мы работаем обработкой семян и через два месяца, через месяц также вносим для того, чтобы просто повысить концентрацию препаратов. Если хозяйства на протяжении 5-7 лет работали, то им будет достаточно одной обработки семян. До колоса мы спокойно защитим яровую культуру. Ну вот как-то так. Поэтому здесь мы не избираем культуру, мы избираем вредный объект. Вредные объекты чуть по регионам меняются и все. Но у нас практика применения на территории всей России. Самая южная это в республике Чат мы применяли наш препарат. Так что как раз таки на яровых культурах в Индии. В Индии и в Чаде. Традиционно вы предлагаете обрабатывать семена сразу несколькими препаратами. Это органит П, органит М, который позволяет нанести на семена азотофиксирующие и фосфатомобилизующие бактерии. Кроме того, стимулятор роста Биодукс, есть также оргамика С, псевдобактерин 3, который вы называете биологическими фунгицидами. Не как бы точно называем фунгицидами биологическими. Потому что иностранные компании называют это не как бы не биологически, а называют это фунгицидами с действующим веществом в адсуре семена азотофиксирующими. Вот и мы также называем это. Про травка семян требуется химическими препаратами, перед тем, как наносить... Смотрите, на сегодняшний день, если взять, допустим, по гороху, не требуется, да. Если взять зерновые колоссовые, если нет угрозы головневых, то не требуется. Если есть угроза головневых, то да, требуется. Мы делаем такие комбинации. Берем самый дешевый препарат против головневых и добавляем нашу оргамику С. Тем самым получаем хороший эффект следительной защиты. Потому что внутри семени мы не можем залезть и убить что-либо. На поверхности семени мы можем сработать. И в чем преимущество, когда семя начинает прорастать? Ведь угроза не тому, что есть на самом семени, а большая угроза составляет того, что есть в почве. Когда семя начинает прорастать, оно начинает быть самым уязвимым в этом моменте. И вот как раз-таки тогда мы защищаем бактерии, она начинает размножаться. И по мере роста корневой системы мы продолжаем растения защищать. Если касательно именно стимуляции питания, почему добавляем? Добавляем только исходя из тех соображений, что у нас почва не выровнена по составу макро- и микро- и мезоэлементов. Когда растение начинает прорастать, возле какого-то семени больше азота, возле какого-то больше фосфора. То есть есть такие рваные всходы. Конечно, это может зависеть и от глубины сева, и от нормы сева, и от осадков и так далее. Но если берем при всех равных, то зависит развитие растения на ранних этапах именно от того, насколько доступны возле самого семени питательные вещества. Данный препарат, в частности органик П, он выщелачивает из почвы все, что есть вокруг семени, и переводит в доступное для питания самого растения. Мы заявляем, что это фосфор, но в принципе он выщелачивает все, что есть вокруг, помимо фосфора. Азот фиксирующая бактерия фиксирует азот с воздуха. Тем самым нашими научными опытами доказано, что благодаря вот этой комбинации препаратов растения на самом начале не испытывают дефицита основных макроэлементов. И в случае стресса, засухи, либо холодов, каких-то абиотических факторов, мы можем давать и гарантировать 3 недели минимум, это временной лак. То есть вот в эти 3 недели стрессовые растения не будут испытывать дефицит макроэлементов. Поэтому мы рекомендуем обрабатывать семена питания. Для того, чтобы на раннем этапе растения не испытывали никакой стресс. В принципе у компании Бионоватик философия это не прибавить урожай, а сохранить и довести семенной потенциал до тех реалий, которые они заявляют, селекционеры. Тем не менее, если говорить, например, о сои, то вы предлагаете вносить в эту схему еще один препарат, который называется органит ризо или ризо. Как правильно. Почему он нужен? Почему недостаточно того, что уже есть в этом коктейле? Этот коктейль, который мы сейчас с вами обсуждали, это более универсальный, то есть под любую культуру. А инокуляция бобовых, она давно присутствует в мире, и это уже доказано. То есть из тех препаратов, которые я озвучил, нет ни одного препарата, который может формировать клубниковые бактерии. Органит ризо, он может как раз таки формировать клубниковые бактерии. Ранее наша компания не рассматривала этот препарат, и всего несколько компаний на российском рынке их продавали. Но так как ввиду последних лет происходили дефициты для сельхозпроизводителей в той или иной продукции, и этот год и позапрошлый год был дефицитом как раз таки инокулянтов, хороших иностранных. И ценник на них крайне высокий, на наш взгляд, потому что мы знаем, что сейчас цена конечной продукции не такая высокая, как хотелось бы. Соответственно, нашей компанией было адекватное решение принято сделать рабочий аналог, но по доступной цене. И в принципе у нас в апреле месяце вот выходит как раз таки инокулянт, на сою. До этого он три года тестился на полях. Везде образование клубниковых бактерий показало высокую эффективность. На уровне иностранных агентов стоимость в два раза сейчас дешевле для того, чтобы занять ту нишу, которая освободилась, либо где клиенты еще думают покупать дорого, либо не обрабатывать. Органит РИЗО – это тоже универсальный инокулянт для бобовых культур или только для сои? Есть ли смысл обрабатывать им семена гороха, нута, например? Да, он больше по бобовым идет. И универсальность под вопросом, по нашим опытам, соя, горох и нут показывали отзывчивость большую. Почему регистрируются в основном все на сою? Наверное, потому что просто сои больше выращивают. Потому что если взять регионы ЦФО и СИБИ, тут соя везде больше, чем гороха. Поэтому, наверное, идут все в регистрацию по гороху. По факту у нас что лабораторные, что полевые опыты показали клубники на всех вариантах. Хоть это соя, хоть это горох, хоть это не было универсальности. Интересен также еще один ваш препарат – биослип. Вы его рекомендуете применять на рисе, рапсе, кукурузе, сое, подсолнечнике. Что это за биоинсектицид? Против каких вредителей он работает? И как сделать так, чтобы он работал наиболее эффективно? Мы работаем против чешуи крылых. То есть любые бабочки, которые где-либо хотят отложить свои гусеницы, здесь мы активно можем справиться как раз-таки с потомством бабочек. То есть гусеницы любого возраста, мы их активно убиваем. Высокая эффективность достигается тем, что у нас своего рода запускается эпидемия. То есть убивая одну гусеницу, прорастают спаранги через нее и перезаражают, то это другие гусеницы. Соответственно, эпидемия может длиться до 45 дней. Спокойно мы держим защиту на подсолнечнике, на кукурузе, на рапсе, на горохе, на нуте. Ну то есть мы в основном идем по этим культурам, где есть гусеницы. У меня биослип ассоциировался исключительно с совкой. Получается не только совка. Вот это у вас ассоциация южного региона, потому что у нас совка проблема. Вот здесь в Сибири совки нет, у них мотылек проблема. То есть мы в принципе с мотылеком также справимся. Для нас мотылек это на юге не проблема. Мы в основном идем на совку и позиционировали себя изначально на совку, потому что данный препарат с 2019 года у нас продается в Узбекистане против хлопковой совки и мы защищаем полностью хлопок этим инсектицидом и двумя обработками. И в этом году открывается там производство Узбекистанинус. Ничего себе. Скажите, пожалуйста, этот препарат контактный или системный? Контактно-кишечного действия. При попадании на насекомое мы убиваем. Если насекомое цепляет каким-либо образом, то есть передвигаясь по растению спору, споранги прорастают, также убивают. Летальный исход наступает в зависимости от возраста, от иммунитета, от 2 до 5 дней. Конечно, луговый мотылек от 2 до 3 дней там умирает, а совка взрослых возрастов 5-6 возраста умирает от 3 до 5 дней. Также они перезаражают другие гусеницы. Работать мы начинаем, когда массовое отложение и массовая яйцекладка, либо начинается первое от рождения. То есть работает только по гусеницам, но взрослая летающая насекомая не берет? Знаете, как просто на него нам попасть крайне сложно будет, да? То есть если мы попадем, вероятно, что мы его убьем. Есть, но если смотреть экономику, мы же смотрим с экономической точки зрения, работать, чтобы погонять бабочками целесообразно. Обычный перетройт с этим справится на ура. Чтобы убрать вредителя, да, мы эффективны. И экономически целесообразно, и эффективно. Если есть проблема с тем, что должен быть опылитель, как кондитерский подсолнечник, к примеру, там должны быть пчелы. Соответственно, нежелательно работать химическими инсектицидами. Можно работать нашими, потому что наш для пчел безопасен. Если взять, вот опять-таки, Алтайский край, Омский, Томский, здесь очень много пчеловодов. И полей медоносов не так много. И они, в принципе, все приезжают. Поэтому в последние годы здесь есть резонанс, в плане того, что пчелы мрут. Как раз-таки для них тоже этот препарат актуален. Понятно. Так, еще один интересный у вас есть препарат, это Рестарт, который должен разлагать герпициды. Расскажите, пожалуйста, каким образом бактерии могут разлагать герпициды, и когда лучше работать Рестартом, после каких культур? Пепарат появился, исходя из хлебности рынка. Ведь у нас и мазолиновые группы применяют герпициды, есть прям технологии выращивания и рапса, и подсолнечника, и хорошо убирают сорняки. Но после действия данных препаратов заставляют возвращать культуру самое раннее, по-моему, через 11 месяцев и через 2,5 года, если это сахарная свекла. Вот. Соответственно, исходя из этого, северный оборот нарушается, и экономически нестерезообразно, чтобы земля просто простаивала. Поэтому был выведен препарат, который может разлагать действующее вещество в 2 раза быстрее. То есть это вот у нас непосредственно рестарт. Данные бактерии просто питаются непосредственно мазолиновой группой. И все. То есть тут, знаете, как микроорганизмов очень много разных, с разными свойствами. Та же ржавчина, коррозия разъедает металл. Примерно по такой же технологии, если просто объяснять, то данная бактерия разъедает данное действующее вещество, ускоряя распад его в почве. Тем самым мы можем культуру возвращать в 2 раза быстрее на поля. Применяем, если в наших южных регионах, мы ее в основном применяем, данный препарат, вместе с деструкцией пожертвенных остатков, то есть по осени, под дисковку. У нас буквально через неделю, либо через две, в зависимости от срока всего, сеют, а зиму, пшеницу после. Никакого негативного воздействия уже по весне мы не видим. Хотя закладки первичные были с контролем. На контрольных вариантах мы видели, что зимая пшеница, когда температура осталась плюс 15 по весне, испытывала токсикацию, и просто желтый лист был. То есть как раз-таки находилась стресс на контрольных участках. У нас этого не было. Растет вообще интерес к биопрепаратам именно в связи с ценовой конъюнктурой рынка? Смотрите, за 5 лет рынок биологический начал формироваться, 5 лет назад рынка биологического не было. потому что почему-то люди, которые занялись в биологии, они решили, что это просто что-то дешевое и доступное. Пытались лоббировать не качеством, а ценой. И, соответственно, 5 лет назад у всех было смутное понимание, что такое биология, и было много недовида, потому что именно шел какой-то обман. То есть сегодня вот с прошлого года, позапрошлый, по-моему, органические там включились очень сильно. позапрошлый год углерод начали отслеживать, СО2, да, и, в принципе, сейчас больше к биологии идут не для того, чтобы снизить затраты, а потому, что есть нерешаемые проблемы на сегодняшний день химии, либо той технологии, которая применялась. Есть, допустим, с пожненными остатками проблемы, вот у нас на юге. У нас на юге они мешают СЕУ, то есть нулевые технологии, где у аграриев применяются и есть возможность накопить пожненные остатки, они не могут весной хорошо отсеяться, либо также с осени. Соответственно, пожненные остатки им нужны по технологии, но они должны быть ломкими. Есть препараты, которые разъедают структуру соломины, то есть она остается, но не структурированная, мягкая, ломка. Это как раз-таки препараты на основе триходерма. У нас это оргамика F. То есть поэтому к этому препарату клиенты открыты, потому что он помогает оптимизировать процессы сева. Также, допустим, с пчеловодами проблема, либо вот неопыление кондитерского подсолнечка, либо последние три года у нас же совка, но она постоянная, то есть должна быть хотя бы раз в три, раз в пять лет, она у нас каждый год, и каждый год проблема с ней, то есть хлор, перифоз, кто-то говорит, работает, а кто-то это уже не работает, кто-то говорит, хорошие препараты держат 21 день, а сейчас они уже 15 дней держат, и уже начнут комбинациями хороших препаратов, то есть поэтому уже открыты к биологическому инсектициду, то есть не потому, что он дешевле, он да, он сегодня доступней, но потому, что он решает тот вопрос, который не решали старые методы борьбы. Также из биологии, биология, она фунгицидная зашла как дешевле, но сейчас по факту вот у нас есть сельхозпредприятия, которые занимаются нарушением монокультуры, к примеру, кукурузы, и там накопилось за 12 лет определенное заболевание, которое невозможно выбить ни одним химическим фунгицидом, и опять-таки можно только вытеснением положительной биоты, поэтому, то есть не потому, что дешевле, а потому, что уперлись и нет решения, поэтому учат адекватное решение. Это знаете, как если желудком какие-то проблемы или вообще болеем, мы выпиваем сначала антибиотик, потом выпиваем биот, вот и все, чтобы наладить пищеварение, как и здесь. Мы разрушили, потом созидать пищеварение. Спасибо.